и вот тут варианты вот например вариант вот тут я не расклеивал два кольца вот здесь вариант просто взял какое-то кольцо значит из этих мер вот эти зеленые не очень хорошо работает большие не очень работают то есть вот оптимальные вот такого варианта но опять же это все надо подбирать смотреть это уже по вашему желанию как хотите значит вот я не мог не могу показать вам вот такие варианты потому что сжег единственное что у меня находится вот такой остался последний модуль но я заказал это не идут сейчас с алиэкспресса десятки штук потому что буду все переделывать полностью у себя вот то что еще сейчас покажу вот то что озонатор вот этот мелкий дамы вот например показываю ведь он работает довольно тихо но вот именно этот режим примерно такой же как вот ребята делают стандартно вот этот вот который рабочий образец уже точнее не образец вот он даже сильнее работают а если я этот включен то даже увидите что вот сейчас у меня на 300 миллиампер тут ну 400 теперь разбираем показываю вот видите вот модуль зарядки здесь такой который вам показывал вот на 88 71 ну там умножитель внизу вот два кольца здесь вот та стандартная намотка которая была изначально единственное что тут поменял кольцо на медное так как то вот та фольга алюминиевая она вся уже выелась поэтому старайтесь если делать кольца то все-таки на меди и потолще чтобы там было что-то такое вот и вся конструкцию вот этот вариант вот он уже сделал на праве и здесь уже применяется трефиляр по моей системе вот тут стоит умножитель а там на по моему 31 10 уже забыл какой стал по моему 31 10 да да вот на 31 10 сделан модуль здесь буквально а до его меньшим тут витки и вот такая система получилась мне пришлось это все приподнять потому что тут все пробивает проскалькивает тут все на пределе вот я да ты давал 300 миллиампер по 60 400 давать тут начинает уже вот просто расстреливать вот сейчас здесь где-то от иголки до края кольца где-то 20 миллиметров воде 22 так что вот эти вот модули они не очень мне не понравились они конечно сгорели вот из них парочка еще рабочих вот этих вот но уже толку я не вижу с них но вот эти довольно быстро погорели очень критичных напряжению питания поэтому с ними надо осторожнее эти не так боятся но хотя вот это вот я нечаянно на 5 вольт я его врубил например на 12 вольт конечно сгорел эту неделю назад еще спалил но тут уже я экспериментировал просто вот и значит такие модули можно применять ну вот я вам это уже показывал вот это более предпочтительно чем этот но тут уже готовая избе есть если вас это не волнует потому что он только работает вот фактически только от 5 вольт вот на этой микрухе здесь же стоит другая микруха и поэтому здесь от 5 до 12 вольт можно любое напряжение подавать вот одну я такую же тоже жжёг нечаянно подал на свой тоже вместо 5 при зарядке вот и она более нормально работает потому что вот это например при 300 миллиампер 12 вольт вот этот микрохо сильно греется при 200 и 5 вольтах идеально то есть вот для этого случая вот это вот и при малом аккумуляторе вот что у нас получается вот ставим вот так вот у нас вот на тысячу миллиампер часов вот такой аккумулятор на тоже старейшего типа вот все автогенератор полностью причем работает по мощности вот если вот на 200 миллиампер он где-то дает чуть больше чем на тогда 70 56 если 70 56 я говорю дают 0506 вольта но я имею виду по амплитуде вот когда как я обычно традиционно замеряю вот через шунт одином ставлю на выход вход на выход генератора слогров и смотрю амплитуду вот 0506 вольт амплитуды это обычная это выдает это 0607 и вот я разгонял ну при 300 миллиамперах я разгонял где-то до 09 то есть это почти в полтора раза даже не почти полтора раза больше чем обычная традиционная но в то же время она не греется и при те же 300 миллиамперах но пяти вольтах потребляет два с половиной раза меньше отдает мощность два раза больше почти но полтора два вот эти можно разогнать до двух вольт амплитудного вот 300 миллиампер но это уже если брать традиционные то есть вот по вихревой энергии не поэтому потому что здесь свои характеристики потребления здесь умножитель очень много съедает я имею ввиду уже про вихревой энергии то вот этой мощности можно разгонять до до двух вольт то есть по мощности он значительно сильнее даже чем вот этим те которыми я пользуюсь уже вот сколько лет то что мне валентин дандорф когда-то подарил их несколько штук вот на причем здесь выход на 818 и 119 генератора собран авто генератор вот вот я делал автоном но тоже мучился потому что греется приходится радиаторы ставить кпд низкая тоже буду 40 процентов где-то вот три аккумулятора ставил довольно мощных по 4000 чтобы 12 вольт хотя бы получить последовательно его сейчас все это я буду менять конечно на эти потому что потребление значительно ниже в несколько раз почти вот два с половиной раза два минимум раза два с половиной а то и три раза потребление меньше ну смотря как варьировать а выхлоп значительно приличнее но на этих модулях в общем-то синус конечно не очень он так себе в общем если брать всякие тары там плоские то наверное желательно все-таки придерживаться вот это вот вот здесь чистейший синус я такого вообще не видел я думал у меня осциллограф не очень хороший то сказать на компьютере стоит юсбишный это 205 там мусорит много вот сколько я не смотрел на всяких разных даже на 756 вот на вот этих мощным генератор но не очень там здесь же в ну просто идеально он был чистейший вот самый чистый синус который я видел я не сторонник чистого синуса и тем более не сектант мне это я уже сколько раз говорю не важно что вас синус кривой это не важно главное чтобы он не был слишком меандром после меандра тоже другой случай да я не говорю что не надо меандр применять надо но в исключительных случаях еще раз повторяю здесь же ну как-то мусора много в общем-то для посоха когда нужно какие-то вот например вот там какой-то курятник или там где-то в саду в огороде где-то большие площади обеспечить да в принципе это без разницы там мусор не мусор вот тут надо думать но тем не менее вы я говорю вот для посоха и в индивидуальных случаях когда мне надо где-то вот на выходе с таким потреблением то тому же миниатюрность полнейшая получается вот вы я же говорю вот мощный генератор пом сравните это и это причем здесь нет ничего никаких аккумуляторов ничего зарядных тут уже все готовы автоном тут еще надо 24 вольта ему подать но 20 24 вольта внешнего это еще такой блок если это брать аккумуляторы а тут все юзби подключаете надо вот пожалуйста работаете а с этим вообще получается я вам когда-то говорил про спичечный коробок вот пожалуйста тот же тысячник видите опять вставляете можете вот эти модули вот так и так но не обязательно а можно такое опять же модуль и вот видите все влазит никаких и не радиаторов ничего не надо вот такой вот модуль обеспечивает вас на несколько часов где-то на часа 445 обеспечит работоспособность то есть на несколько дней если по часу даже брать в день использования индивидуально то вот на несколько дней хватит а если еще сюда вставить то еще получается на неделю вот я вам показывал вот эти вот вот еще такой пара не показывал вариант вот взял когда-то корпус у меня он сколько лет двадцать валялся этот модем может помнить и юсбишный еще на обычные телефоны 56 к это было вообще шедевр по тем временам ну вот валялся валялся куда мне его вот а корпус красивый но все вытащил переделал заднего пожалуйста поставил аккумуляторы мне это где-то здесь на 3 ампер часа вот обычный тот генератор который был вот на трех деталях то что я вам это и все вот тут зарядное все тут есть от 5 до 12 вольт зарядка вот и сейчас буду сюда встраивать конечно вот этот при сопоставимом потреблении мощность ну просто деваться некуда а сюда можно поставить вполне вот тут уже все есть как я вам показывал вот помните только вот я не показывал что здесь вот модуль зарядки ведь это стоит которые от 5 до 12 вольт вот этот но вот это я буду менять конечно на вот этот потребление вообще никакого получается то есть продолжить туда два стоит аккумулятора под 1000 ампер часов то есть на 2000 за глаза куда угодно это вот примеры теперь возвращаемся конкретно опять к за натору самое главное то общем то и вот что получается у нас ситуация какая вот например я вам уже тоже показывал тоже рассказывал как вот в этом я встраивал этого все видели но это было бы опять с обычным генератором на трех деталях тут аккумулятор этот генератор еще модулирующий вот примеру вот два аккумулятора на 6000 ампер часов но можно какие угодно можете такие ставить факт то что здесь уже все зарядка есть 5 вольт здесь уже есть и что мы вот берем вот такую вот заготовочку и у нас готовый корпус для озонирования по моему почти ничуть не хуже чем вот такой правда даже со стильные индикации но это даже занадто большое тут его хватит но очень надолго причем смотрите вот два аккумулятора стоит сюда еще можно разместить здесь зарядка тоже есть все есть вот или такой но правда повысить до 12 вольт а до 12 вольт мы повышаем вот этим только плоским более или вот этот вариант вот даем 12 вольт и вот это ничего не греется тут ничего здесь у нас вот торсозонатором и вот такая конструкция вот это и хватит но я не знаю это можно обслуживать сутками людей то есть целые поселения я заряжать только вот там раз в неделю или вот как я вам показывал тоже поменьше вариант вот пожалуйста как вам такое тоже сюда вполне входит этот тор во внутрь тоже паров аккумуляторов генератор все вот у вас готовы фонарики управление и так далее можно даже вот разместить вот у меня например тоже собирался давно все сюда что-нибудь строить вот корпус приличным 2 бакса где-то стоит для теста но можно использовать его вот объем вполне сюда можно что-то и вот стильно смотрится но это для генератора теста про такие я уже не говорю вообще вот пожалуйста пару аккумуляторов и делай что хочешь то ли озонатор опять можешь таком виде сюда ставите и все вот все что я вам хотел показать рассказать значит вот еще а тех же зарядок вот пожалуйста вот как от этого вот такой только сама плата сам модуль вот точно такой же с индикации тут уровня заряда вот как здесь с выходом usb входы подсветка все что угодно тут можно получить но правда то уже более старого типа для более новых аккумуляторов те же на перо не на 44 или 435 вольт а надо все-таки более новые модули чем вот эти все но не стоит пока дорого не скоро дороже так что от пользуйтесь смотрите что я вам показал все ссылки на вот эти все модуль я конечно дам разбирайтесь и думайте что с этим делать дальше да и еще значит то что я вам все это показываю то что кому-то может что-то не нравится так не делайте если не нравится не делайте не надо меня тут на меня наезжать что я вам что-то тут подсовываю или что или вам это не нравится ну не нравится не делайте я вам показываю то что можно сейчас использовать причем очень эффективно при помощи вот этих вот модулей можно поднять очень сильно мощность осонатора если это необходимо или резко увеличить экономичность то есть вот эта автономность работы так как все таки в обычном традиционном виде вот например вот этот традиционный который сейчас уже он будет вот сейчас они уже по моим рекомендациям будут переделывать все полностью вот на такие модули но вот этот вот экземпляр пока на 7056 вот там стоит вроде аккумулятор и все вот видите все это но в автономии его хватает но вот он на 4 минуты у него таймер хватает это но на 456 максимум включение все дальше опять заряжать не очень весело так что я вам все показала все достаточно всем до свидания пока показываю на малый так работает так выключил так вот 5 вольт 0 3 ампера полтора ватта тоже ничего не греется сейчас эту покажу выключил включим а а а Продолжение следует...